Интересно о каких тайнах расскажет наш герой сегодняшнего эфира. Итак, давайте встречать массажист с пятилетним стажем. Давайте узнаем, где лучше делать массаж дома или в салоне и правда ли он считается трудным и массажисты отдают всю свою энергию. Об этом мы сегодня поговорим с Ириной Насачевой. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, Ингерина. Очень рады, что вы нас пригласили к себе и уверена, вы нам подробно расскажете о своей профессии. Итак, давайте знакомиться, почему именно выбрали профессию массажиста, как долго учились, все тонкости, как к этому пришли. Медицину я пришла в 2004 году. Сначала, конечно, вообще не думала, хотя курсы были в колледже, о массаже я вообще даже не подразумевала, что я уйду. Я сначала работала, и мне все устраивало, и работа, и больные, и коллектив, и зарплата. Потом я просто хотела, потом я увидела, что как бы мои коллеги ушли в массаж, и я подумала, ну а почему бы и нет. Начала сначала ознакомиться, это каких-то читала, и просто только на этом уровне. А потом я почти даже еще и не обучилась, курсы массажа и не прошла. Я пошла и смотрела, как бы, как мои коллеги работают. Потом сама попробовала, потом пошла, отучилась на каких-то курсах, и мне это понравилось, и я совмещала работу больницы и массажа, да. И все потом, все больше, 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 но все равно не уходила в эту профессию. Меня все устраивало в больнице, вот, и мне прям нравилась работа в больнице. А когда сюда переехали, мне просто бабушек нет, родителей нет, не с кем было оставлять. Я сначала все равно это все совмещала, но мне было тяжело, вот, и на ежедневке работала здесь в больнице. Вот, а потом все-таки приняла решение, что было страшно, я хочу сказать, что было очень страшно уходить полностью в эту профессию. Считай, когда работаешь на бюджете, зарплата. То есть зоны комфорта были уже всегда привычные. Да. С супругом так посмотрели, подумали, и все равно ему тоже, и он тоже на бюджете, и тоже он спрашивал, а как, а если, а вдруг ты заболеешь? Я говорю, ну все, ты будешь моим... Кормильцем, в конце концов. Да, ты будешь моим парашютом, если вдруг что-то, да. Но сейчас я абсолютно не жалею, что шла полностью в массаж. Уверенный муж, рад, да? Наверное, ему перепадает же. Ну я хочу сказать, не очень ему перепадает, когда у него что-то болит, конечно, да. А так, чтобы побаловать, нет, я не балую, я полностью отдаю свою энергию и силы здесь в студии, прихожу уже прям как выжатый лимон, но я нисколько не жалею, да. Я очень рада, что общаюсь как бы каждый день, и не то, что даже я энергию отдаю, да, массажист отдает свою энергию своим пациентам и клиентам, но я считаю, что я еще и питаю энергию от людей, потому что каждый день на это общение, позитив, и я просто вижу отклик от них, что я им нужна, помогаешь, ко мне приходят, возвращаются, и я это вижу, и мне это очень дает силу двигаться дальше. А чем для тебя сейчас является массаж? Массаж для меня сейчас является большей частью времени. Наверное, сейчас это моя профессия, как я уже сказала, мое детище, это моя, наверное, такая частичка, ну, я не знаю, семья, да, любимые все, но это, наверное, какая-то часть меня. Ну, точно не хобби. Ни в коем случае, это не хобби. Хобби, наверное, было тогда, когда только начинала, я подсматривала, смотрела, хобби, ну, я, да, присматривалась. А сейчас это мое детище. Я большую часть времени, я вкладываю даже, простите меня, мои клиенты, я иногда не так быстро отвечаю на ваши сообщения, которые поступают от вас. Очень много работы, и я даже рада. И они, я хочу сказать, что, забегу вперед, они ни в коем случае не сердятся, когда я им отвечаю через день, через два, они все равно ждут. Я просто рада, что они идут ко мне, возвращаются и любят меня. Благодарны. Да. Ну, конечно. Ну, вот мы сидим передо мной, перед тобой, какая-то, не знаю, какая-то космическая, да, кушетка. Что за кушетка? Давай немножко будешь рассказывать. Еще вот у тебя там какие-то скалки, да? Да, конечно. Ну, начнем с этого. Это аппарат прессотерапия с инфракрасным прогревом. Им, я считаю, что вот этот космический аппарат и вот этот, который чуть повыше, они неотъемлемая часть именно той процедуры, которую я делаю с девочками, леплю их тела. Это коррекция фигуры. После ручного обязательно. Но, в принципе, я считаю, что коррекция фигуры, антицелитный массаж, но, наверное, может из-за того, что я сама работаю руками, я считаю, что это обязательно ручной должен быть массаж. После ручного массажа, ну, естественно, там мед и все такое, я отправляю девочек вот на этот космический аппарат, тоже смотря на показания, да, конечно. Если девочка отекшая, если девочка больших размеров, если нам нужно запустить ей лимфу, чтобы заработал процесс ее лимфотока и кровотока, в первые сеансы, вот они ко мне приходят, курсовое, обязательно это курсовое посещение, если это коррекция фигуры, мы первые два раза, три раза я их отправляю на этот космический аппарат, прессотерапии. Во-первых, я всегда им говорю, что обязательно это должно быть с питанием, потому что это не волшебство, все равно массаж, это не волшебство, это не таблетка, которую выпил, или там уколы, которые, да, это обязательно нужно все параллелить с питанием. Если вы питаетесь, будут большие результаты. Если мы идем вместе, то есть вы питанием, если спорт, это вообще все очень круто. Вот, если вы, к примеру, питаетесь, не то, что правильно, прям я говорю, что какие-то диеты страшные должны быть, нет, ни в коем случае, самое главное придерживаться хоть каких-то элементарных, тогда будут хорошие результаты. То есть я работаю руками, я их, конечно, да, многие спрашивают, больно, не больно, просто если посмотреть на мои работы, которые, да, там я и банками, и палочками их бьют. Ну, давай скажи, какие виды массажа есть вообще, давай перечислим. Что касаемо коррекции фигуры, да, я использую вот этот волшебный аппарат, тоже считаю, что без вот этих двух аппаратов, как бы коррекция фигуры, но очень мало бы сдвинулась, да. Если работать только на одних аппаратах, тоже толка никакого не будет. Нужно комбинировать. Обязательно. Если это в комплексе, то результат будут, ну, не заставит себя ждать. К примеру, мы, да, они ко мне приходят, мы, значит, сначала ручной, потом венички, палочки, медовая, потом скрабики разные, обертывания. Если кому-то по показаниям тоже, если нет противопоказаний, мы кавитацию используем, вакуумный массаж. Есть еще у меня вот прессотерапия и миостимуляция, ее просто не видно датчиков. У меня стимуляция – это такие датчики, которые… Заставляют мышцы. Да, это пассивный спортзал, то есть мы качаем мышцы лежа. То есть вы лежите, а мышцы работают, да, потом, после этого, и на следующий день девочки говорят, ой, Ира, я не пойму, у меня тело все болит. Как будто бы я после спортзала, а на самом деле вы лежали, а это все работало. Но тоже, понимаете, если приходят и спрашивают, или пишут, спрашивают, а если прийти просто полежать и все, ну как бы без вот этих всех палок и меда и все такое, ну как бы да, результаты может быть и будут, но они будут настолько маленькие. Просто да, если, к примеру, другие, вот я говорю сразу, есть у нас девочки, которые, да, в городе, у которых просто аппараты, и просто можно пойти на аппаратах полежать. У меня это все в комплексе. То есть если вы пришли на ручной массаж, вы обязательно отправитесь либо на миостимуляцию, либо на прессотерапию, ну чем-то мы закончим. Если, к примеру, нужно убрать больше объемы, объемные девочки и отекшие, я отправляю больше на прессотерапию. Если это обвисшие животики и, к примеру, объемов нет, а нужно подтянуть, я отправляю после ручного массажа и бразильского. Ну, бразильский это вот, то есть палочки, все это бразильский называется. Потом отправляю в миостимуляцию, то есть миостимуляция, которая вот... Подтягивает. Да, качаем током. Касаемо видомассажа. То, что касаемо коррекции фигуры, это классический ручной массаж, антицеллюлитный, потом бразильский массаж. Бразильский массаж, он считается как жесткий такой. Колотить палочками. Да, колотить палочками, стучать, катать, выкатки. Это все то, что пожестче. Это все бразильский массаж. Но то, что пожестче, некоторые думают, что прямо это все больно. Ну, нет, нет. Конечно, да, все зависит от болевого порога. Если болевой порог высокий, то, конечно, девочки лежат. Вообще, можно и кофе попивать лежать. Вот, вообще ничего нет. Но все это, конечно, индивидуально. Но и все равно, если девочке больно, я ее не избиваю. То есть, можно достичь результатов. Не травмировать сильно, да? Не травмировать сильно, да. Потом, значит, аппарат. Это кавитация, вакуумный массаж. Ну, это все в коррекции фигуры. Еще я занимаюсь, значит, баночным массажем. Баночный массаж, так же, как и в классике, в лечебных целях используются баночки. Вот, для снятия мышечного тонуса, для... Убираю триггерные мышцы, точки триггерные. Оставлю, ну, то есть, зажимы. Все, эластичные мышцы становятся после баночек. То есть, сначала я классический медицинский массаж использую руками. Также разогреваю, да, все это работаю руками. А потом, в завершении, ставлю баночки. Вот, и так же баночки используются вакуумные и в коррекции фигуры. Они так же очень хорошо запускают лимфу. То есть, если в лечебных целях мы ставим только на мышцы, на триггеры. Я еще практикую с детками с 0 лет. Вот со скольки лет можно? С рождения мы делаем по показаниям. К примеру, если доктор приписал после рождения, это может быть кривошея, это может быть гипертонус, гипотонус. Если, к примеру, доктор... То есть, с 0 лет мы делаем только по показаниям врача, да, педиатра. Итак, дорогие друзья, Ирина немножко предвосхитила. И у нас там ждет модель, на которой ты и покажешь, собственно, да? Массаж лица, лифтинг, как ты говорила. Итак, приступим. Сначала мы должны сделать демакияж. Для чего разметка нужна? Для того, чтобы стайл мышц мы удержали в натяжении ту часть, которая больше провисает. К примеру, если это правая часть, мы больше будем ее натягивать. Это техника без заломов. То есть, она так и называется. Лифтинг-массаж без заломов. То есть, мы всей ладошкой работаем. То есть, получается, это сухая техника. Мы работаем без масла. То есть, максимум глубоко. Мы работаем именно над мышцей лица. Для массажа лица однозначно работать над волосистой частью головы. Потому что крепление мышц находится на волосистой части. Это обязательно. Для массажа лица, для эффекта однозначно это шейно-воротниковая зона. То есть, мы работаем и над шейно-воротником. То есть, конечно, в идеале было бы сделать массаж шейно-воротниковой зоны, либо массаж спины. А потом приступить к массажу лица. Но если мы ограничиваемся только массажем лица, то, в принципе, когда я работаю с девочками, я работаю с лицом, с зоной декольте, с шеей. И обязательно прохожу шейно-воротниковую зону. Ну, то есть, как достаю. Но этого, в принципе, очень даже достаточно. В завершении нашей встречи хочу вам порекомендовать. Следите за собой. Обращайтесь почаще к профессионалам своего дела. И будьте здоровы. Пока-пока. Мы можем стать счастливее, общаясь с телом на единственно понятном ему языке. Самое главное, не запускайте себя. Поддерживайте себя в форме любыми удобными способами. Массажем, спортзалами, домашними тренировками. Бездействие опасно для фигуры. Даже больше, чем сладостей. А я на этом с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok